здравствуйте меня зовут юля сегодня смотрим пустые баночки косметики из коробочек красоты начнем с того что я не использовала вот такой крем я отдала маме солнцезащитный с spf 35 от я до 50 миллилитров здесь было сроки годности у него в порядке но я уже в прошлом году его открыла и как-то не особо активно им пользовалась поэтому решила отдать маме корейское производство все различные экстракты и так далее в общем то с ним все в порядке но просто я пользуюсь биви кремами и отдельный spf как-то я не думаю что мне нужен поэтому чтобы он у меня все-таки не лежал я его тала и пусть маму пользуются у меня еще есть какие-то миниатюрки пробнички если вдруг будет надо но всегда можно купить такую вещь далее буду избавляться от сломанного лосьона для тела от зейтун он идет с блестками с органовым маслом здесь наверное 200 миллилитров сколько до 200 миллилитров 26 год срок годности минус том что он при транспортировке сломался он был в новогодней коробочке флакон наверное жалко конечно в принципе можно подобрать какую-то помпу перелить в другую емкость и так далее но я уже пробовала подобные лосьоны от зейтун у меня были саше такие пробники в общем я не осталась в восторге я от него избавлюсь и идет у нас такие тюбики корейской корейской аптечной косметики прошу прощения я очень рада что мне попались это в тотал луки в последнем где вот такие миниатюры с мицеллярным очищающим гелем от урьяж и от авен урьяж здесь малышка 8 миллилитров прошу прощения удавлен 15 миллилитров по паре раз я их попробовала поняла что это не моя история это как я понимаю мицелляр к но в формате геля то есть это не пенящие средства это мицеллярный гель который наносятся либо на сухую либо на влажную слегка влажную кожу все это надо помассировать потом как-то смыть в общем для меня это этот вариант не работает и так получилось что до этого я еще получала такой же вариант геля от урьяж но в тревел версии 50 миллилитров и вот они у меня закрытые лежат хорошо что я в общем-то их и вскрывать не стала для меня такой формат не подходит я для снятия макияжа люблю либо мицеллярку либо пенящиеся мягкое какое-то средство для умывания либо уж бальзам тогда гидрофильный ну вот это вот этот вариант не не подошел к сожалению так и еще один продукт который от меня тоже уходит это бальзам для губ от palmers с кокосовым маслом с витамином е и здесь также содержится spf 15 48 часов увлажнения но это вообще не знаю про про что это если каждый час наносить может быть тогда будет 48 часов вот такой он белый буквально пару раз мне хватило чтобы понять что это не мой вариант он какой-то химический я не знаю может быть это именно из-за spf составе но я знаю что я не буду пользоваться сейчас постараюсь попользоваться хотя бы немножечко своими другими средствами блесками какими-то может быть все таки весенний период они больше как-то у меня пойдут но если прям очень захочу куплю бальзам для губ от марки моё солнышко спонтанолом которым который я уже сто раз показывала своих видео ну еще один у меня продукт это из коробочки минималиста бокс в которой попадают средства с стекающим сроком годности кстати вот этот бальзам из этой же коробочки и вот такой вот крем для тела от летик косметикс я покажу сейчас что с ним стало я уже разрезала коробку потому что естественно этот крем не выдавливался я не думаю что он должен быть вот таким густым потому что извлечь его из этого такого маленького носика вообще не представлялось возможно в общем он свернулся превратился в такой какой-то сыр моцарелла ну пахнет он нормально но пользоваться вот этим вот я что-то как-то боюсь при всем при том что во первых здесь был уже и так истекающий срок годности первое место от второго соответственно я думаю что это первый месяц 24 года но здесь еще срок годности после открытия он тоже всего лишь три месяца где здесь было да вот три месяца ну соответственно придется отправить его мусорку так я что-то тут запуталась совсем на самом деле у меня еще один продукт который я тоже себе оставлять не буду это очищающая пенка от лакри стоп окне для регуляции работы сальных желез и избавление от жирного блеска и предотвращение пост окне 150 миллилитров ну наверное формат пена к многим знаком здесь вообще такая жиденькая субстанция при нажатии на пол на помпу выдается уже готовая пенка она мне очень сильно сушит кожу возможно уже в летний период ситуация чуть-чуть поменяется но я поняла что вот такие агрессивные средства я использовать не хочу тем более там на каждой дневной основе я уже сказал у меня есть хорошие средства для умывания мягкие все-таки для возрастной кожи это уже не совсем правильный вариант общем она практически полная тоже она мою коллекцию покидает вот сколько у меня средств оказалось не использованных в этом отчете и так что у меня закончилась закончились два шампуня от лореаль professional из разных линеек metal detox absolute repair по 100 миллилитров здесь было маски я закончила гораздо раньше они приходили в коробочках дуэтом и если линейка absolute repair здесь шампунь такой более щадящий действительно он подходит для сухих и поврежденных волос не он недостаточно очищает кожу головы то вот эта линейка metal detox мне очень понравилось здесь и приятный аромат дорогих салонных средств по уходу за волосами и очень хорошая очень хорошие очищающие свойства но они здесь рекомендуют вот эту линейку для волос окрашенных с милированием по всей видимости не этот шампунь должен еще и убирать желтизну окрашенных волос но для меня он замечательно работал понравился если где-то будет попадаться еще в коробочках с удовольствием буду использовать но полноформатные варианты не покупаю они конечно довольно таки дорогие сейчас так сыворотка and you от иван с протинола 10 миллилитров здесь было можно ее было использовать и для ночного и для дневного применения но я использовала исключительно для дневного так здесь смогу что-то выдавить маленькая капелька здесь есть в составе светоотражающие частички но она какая-то немножечко агрессивная как мне показалось аромат приятный но какое-то даже пощипывание ощущается как-то я не прониклась не прониклась я к этой сыворотке какими-то нежными чувствами хотя вот это вот линейка у иван она довольно таки дорогая позиционируется как антивозрастная но я уже даже не знаю какие там сейчас цены на всю эту косметику так как уже давным-давно не заказываю так эфаклар до плюс прошу прощения 15 миллилитров крем который борется с пост-акне предотвращает появление акне французское производство ну в общем то я пользуюсь периодически это не на каждый день для меня вариант обязательно не нужно носить после этого крема какой-то более увлажняющий крем потому что этот крем все-таки кожу мне подсушивает ну вот не знаю делают он что-то или нет во всяком случае я им про пользовалась как раз в осенне-зимний период ну так чтобы вот прям покупать нет не собираюсь пока так утвиши из линейки slow edge закончился ночной крем крем-маска они позиционируют этот продукт медового цвета оставалось у меня еще такое саше 2 миллилитра подходит для всех типов кожи и предотвращает первые признаки старения очень интересное средство такое медовое по консистенции приятное хорошо увлажняет кожу я по моему две баночки по 15 миллилитров использовала еще какое-то время назад ну вот так чтобы я прям загорелась и решила купить у меня очень много увлажняющих средств для кожи поэтому нет необходимости так и что у нас осталось осталось у нас остались у нас настолько маски использовала такую полу маску с пантенолом от института стр это маска на нижнюю часть лица то есть я так предполагаю это все производилось в то время когда нас активно заставляли носить эти маски медицинские и кто-то в них постоянно работал я представляю какая-то нагрузка на кожу лица действительно возможно кому-то нужно было вот такое восстановление но вот 2 еще у меня есть запасе уже у нее стекает срок годности надо тоже быстренько использовать но это так для меня баловство немножечко вот и вторая масочка пьюр дерм с авокадо просто увлажняющая маска также корейское производство попадаются довольно часто маски в коробочках красоты поэтому я их потихонечку используем вот такой у меня был отчет об использованных и неиспользованных средствах как всегда делитесь вас вашими мнениями впечатлениями в комментариях благодарю за внимание всего доброго до свидания